Всем привет! Сегодня мы поговорим об изменениях, которые произойдут в вашем теле, если отжиматься на брусьях, и разберем особенности выполнения этого упражнения. Так что рекомендуем досмотреть этот ролик до конца. Будет очень познавательно. Друзья, по статистике 99% зрителей смотрит наше видео без подписки, поэтому подпишитесь на канал, если до сих пор этого не сделали. Ваша поддержка мотивирует нас делать другие полезные видео. Отжимания на брусьях – это непревзойденное упражнение для проработки трицепсов и грудных мышц, а также для укрепления плечевого пояса. Наряду с турником брусья являются одним из самых доступных тренажеров. Они есть практически в каждом спортзале, на уличных спортплощадках, а у некоторых даже дома. Давайте разберемся, какие мышцы работают при отжиманиях на брусьях. Основную нагрузку отжимания на брусьях создают на мышцы задней поверхности плеча, или трицепсы. Суть движения состоит в том, чтобы за счет разгибания рук в локтях, а именно это основная функция трицепса, поднять свое тело из нижнего положения в верхнее. Как бы мы не ставили руки, не отклоняли корпус и не меняли положение локтей, трицепс работает в любом случае. В качестве мышц синергистов выступают большие грудные. Техника выполнения отжиманий от брусьев может меняться таким образом, чтобы эти мускулы включались в работу в большей или меньшей степени. Так как грудь и трицепсы работают в паре, чем больше нагружается грудь, тем меньше задействуется трицепс и наоборот. Грудные мышцы больше и сильнее, поэтому при первой же возможности они перетягивают нагрузку на себя. Функцией грудных мышц является сведение плеч, рук от локтя до плечевого сустава перед корпусом. Соответственно, для передачи акцента нагрузки с трицепсов на грудь, техника отжиманий должна подразумевать не только разгибание рук, но и сведение плеч из широкого положения в более узкое. Помимо вышеперечисленных мышечных групп, значительная нагрузка приходится на передние пучки дельтовидных мышц и связки плечевых суставов. Для выполнения упражнения плечевой пояс должен быть абсолютно стабилен, ведь вы не только держите за счет него свой вес, но еще и двигаетесь, создавая дополнительную нагрузку. Именно из-за высокой нагрузки на связки плеч отжимания на брусьях считаются несколько травмоопасным упражнением. Однако, как говорится, предупрежден – значит вооружен. Если у вас имеются травмы плечевого сустава, локтей или запястья, воздержитесь от выполнения упражнения до полного восстановления. Наряду с трицепсами, грудными мышцами и дельтами отжимания от брусьев включают в работу стабилизаторы корпуса – пресс, спина и многочисленные мелкие мышцы. Если вы подгибаете ноги назад, в статике работают бицепсы бедер и ягодиц. Собственно, работу мышц мы разобрали. Переходим к технике выполнения различных вариаций упражнений. Акцент на трицепс. Фактически, это классический вариант отжимания от брусьев. Подойдите к снаряду и запрыгните на него. Расстояние между брусьями должно быть чуть шире плеч. Хват ладонями к корпусу. В исходном положении ваш корпус расположен вертикально. Вы держитесь на прямых руках, локти развернуты назад. Сделав вдох, опускайтесь вниз настолько, насколько позволяет гибкость ваших плечевых суставов. Ориентируйтесь на угол 90 градусов в локтях. Во время движения локти развернуты назад и прижаты к корпусу. На выдохе за счет разгибания рук поднимитесь вверх. Если упражнение дается вам с большим трудом, в верхней точке разогните локти. Это даст трицепсам короткую передышку. Если же вы опытный спортсмен, оставляйте небольшой угол в локтях, чтобы не снимать нагрузку с целевых мышц. Работая на массу трицепса, стремитесь выполнить 10-15 повторов в 3-4 подхода. Опускайтесь вниз медленно, а поднимайтесь быстро. Как только все это будет удаваться вам достаточно просто, начинайте осваивать отжимания на брусьях с отягощением. Торопиться в этом вопросе не следует, так как переусердствовав с нагрузкой, можно травмироваться и вообще лишить себя тренировок на долгое время. В программе тренировки трицепса отжимания на брусьях лучше ставить в начало. Дополнительно можно делать такие упражнения, как разгибание рук в наклоне, обратные отжимания, отжимания узким хватом и хинди-отжимания. Акцент на грудные мышцы. Для того, чтобы перенести часть нагрузки на грудные мышцы, нам нужно изменить технику так, чтобы в ней присутствовала механика сведения плеч друг к другу. Для этого мы, во-первых, разведем локти немного в стороны, а во-вторых, наклоним корпус вперед. Максимально упражнение прорабатывает нижнюю часть груди. Грудные мышцы хорошо растягиваются в нижней точке, что увеличивает амплитуду движения, а следовательно его эффективность. Не стоит пытаться выполнить упражнение на слишком широких брусьях, это может спровоцировать травмы. Оптимальный вариант, когда расстояние между перекладинами немного шире ваших плеч. Запрыгните на снаряд, немного разверните локти в стороны и отклоните корпус вперед примерно на 30 градусов. На вдохе опускайте корпус вниз, разводя локти в стороны. Не стремитесь развести их слишком широко, все в пределах анатомической комфортности. В нижней точке вы должны почувствовать хорошее напряжение низа груди. Ориентируйтесь на угол в локтях 90 градусов. На выходе, максимально сократив грудные мышцы, поднимите себя в исходное положение. В верхней точке еще сильнее сведите грудь и задержитесь на 1-2 секунды. Так же, как и в случае с трицепсами, тренируя грудь на массу, выполняйте по 10-15 повторений в 3-4 подхода. Как только решите эту задачу, осваивайте отжимания на брусьях с весом. Для того, чтобы отжимания от брусьев стали для вас действительно полезным и эффективным упражнением и не привели к травме, при их выполнении учитывайте следующие рекомендации. Первое. Держась за брусья, не прогибайте запястья. Хват должен быть плотным и стабильным. То же самое касается плечевых суставов. Второе. Не используйте слишком широкие брусья, которые значительно шире ваших плеч. Это делает упражнение в большей мере травмоопасным, чем полезным. Третье. Позвоночник старайтесь держать максимально ровным. Стабилизировать корпус помогают мышцы пресса и спины. Четвертое. Прежде чем приступать к выполнению отжиманий, обязательно проведите разминку. Повращайте плечами, предплечьями и запястьями. Потяните мышцы. Пятое. Избегайте рывков. Медленное выполнение движения, во-первых, требует большего усилия, а соответственно сильнее нагружает мышцы, а во-вторых, более безопасно. Шестое. Не расслабляйтесь и не провисайте в плечах в нижней точке. Все фазы движения должны быть под вашим контролем. Отжимания на брусьях, если делать их правильно, способны дать мощный импульс к росту мускулатуры трицепсов и груди. Кроме того, их выполнение развивает гибкость плечевого пояса, тренирует связки и повышает общую силу и выносливость спортсмена. Огромным плюсом для вашего здоровья станут тренировки на свежем воздухе. Работайте над собой и результаты не заставят себя долго ждать. А вы пробовали хоть раз отжиматься на брусьях? И если отжимались, то сколько раз получалось это сделать? Напишите в комментариях. Друзья, мы рекомендуем вам посмотреть другое наше видео о изменениях, которые произойдут в организме, если качать пресс каждый день. Оно появится у вас на экране, а также ссылку на него я оставлю в описании и закрепленном комментарии. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеемся, было интересно. Если понравилось видео, поставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Дальше будет еще много полезной информации. До новых встреч!